В финале танец с мамой сейчас делаем. Мои хорошие, давайте встаем по парам и встаем в круг. В детском саду вовсю идет подготовка к празднику 8 марта. Все разбились по парам, а кому пары не хватило, танцуют с самым видным кавалером. Молодцы! Привалуемся, молодцы! Роман Куприянов, музыкальный руководитель детского сада «Калейдоскоп», в нынешнем году завоевал звание лучшего работника дошкольного учреждения Ленинского района. Но главной своей наградой в жизни считает работу с детьми. Они попадают сюда, я их беру на руки, мы с ними все делаем, я их заинтересовываю. То есть у нас получается такой вихрь. И этот вихрь, конечно, требует от воспитателя, от педагога эмоциональной большой отдачи. Дети это как огонек, который воспитатель зажигает спичку, подносит к этому факелу и ждет, пока он разгорится. В финале конкурса разгорелась борьба среди четырех претендентов, которые стали лучшими среди 20 номинантов. Воля к победе, артистизм и поддержка коллег сделали свое дело. Над выступлением работал весь коллектив, поэтому мы жили этим выступлением. А он очень эмоциональный, очень творческий. Ну не зря же он победил на конкурсе. Не последнюю роль в победе сыграла профессиональная подготовка Романа. Он выпускник Российской академии музыки имени Гнесиных. А добавив к мастерству немного юмора, он полностью завоевал сердца зрителей. Так случилось, судьбы случайней шаг, и в детский садик пришел однажды я. Визитная карточка, конкурс педагогического мастерства и задание на находчивость. После каждого конкурса Роман неизменно получал высшие оценки жюри. Сейчас, по прошествии некоторого времени, Роман говорит, что, возможно, что-то получилось не так, как хотелось бы. Но, честно признается, в победе был уверен. При этом он считает награду общим достижением коллектива детского сада. Я чувствовал, что все равно мы лучше всех. Может быть, это не скромно, конечно. Но как-то я чувствовал, что те номера, которые мы готовим, они очень яркие и, ну, что называется, не в бровь, а в глаз, как говорят в боксе. И так и получилось. А подготовка к женскому празднику с маленькими артистами продолжается. Конкурс закончился, начались привычные будни. И в них он остается не только педагогом и музыкантом, но и настоящим мужчиной. Меня окружают женщины, и, поверьте мне, ну, без них не состоялось бы, наверное, ничего. Здесь бы я не работал и точно бы не победил в конкурсе. Поэтому, еще раз, мои дорогие, я вас люблю, целую, обнимаю и поздравляю с наступающим праздником. Максим Козлов, Владимир Бижонов, Елена Кошелева, Видное ТВ.